Всем привет-привет! Рада вас видеть на своем канале. Напоминаю, что завтра заканчивается рождественская распродажа. Кто ждет последнего дня, в последний момент что-то приобрести, поторопитесь, у вас осталось буквально два дня. А кто вообще не в курсе, о какой распродаже я говорю, перейдите, пожалуйста, на главную страничку моего канала, в раздел «Сообщество» и почитайте там в предпоследнем посте, потому что последний был «Поздравление с Новым годом». Итак, сегодня мы с вами сделаем расклад, который я назвала «Какой основной духовный урок вы будете проходить в 2023 году?» Этот вопрос взят из годового расклада, который я буду делать. На днях я выложу новый пост, в котором расскажу, когда вы можете обращаться ко мне за личными годовыми раскладами, какие вопросы будут в них входить. Не пропустите тоже этот пост. И вообще рекомендую почаще заходить в раздел «Сообщество» и читать там посты. То есть всю информацию о том, что происходит на канале, либо акции, либо еще что-то, какое-то обучение, вебинары, эфиры. Все это я пишу в разделе «Сообщество анонса». А мы с вами приступим. У нас будет три позиции. Все как обычно. Так, мешаю колоду. Карта уже просится в бой. Ну и давайте с вами приступим. Позиция номер один. Голубенький камешек. Единички. Смотрим, какой духовный урок вы будете проходить в 2023 году. Основной урок. Неоднократно говорила. Девятка педагли выпадает. Неоднократно говорила о единичках. По-моему, когда даже записывала годовой расклад. Кто не смотрел, где-нибудь здесь я выложу подсказку на 2023 год. Либо вы можете зайти на главную страницу моего канала и в разделе прогнозов найти в плейлисте, который называется «Прогнозы». Там, по-моему, я сохранила расклад прогноз на 2023 год. В первой позиции, я помню, я говорила о том, что речь пойдет о том, что весь акцент вы будете в 2023 году держать на себе. То есть у вас появится такая внутренняя необходимость полюбить саму себя, либо самого себя. То есть создать, создать, воссоздать из пепла, но уже абсолютно нового человека. Человека опытного, человека более уверенного, что немаловажно, особенно единичкам. Человек, который хорошо стоит, плотно стоит на своих ногах, не витает в облаках, ориентируется уже в этой жизни достаточно хорошо. Человек, который, знаете, наслаждается этой жизнью, даже если у вас нет партнера по жизни. Потому что девятка педаклей – это все-таки аркан заядлых, так сказать, холостяков, либо холостячек. То есть люди, которые могут жить прекрасно как в парности, так и без нее. То есть качество их жизни не изменится. Безусловно, если они будут находиться в паре, то все то, что они проживают, будет приумножаться. Да, вот в плане эмоций, состояния, какого-то опыта. А если они находятся в одиночестве, то есть выбирают самого себя, да, либо путь без пары, это осознанный выбор, то, безусловно, им и так хорошо. Поэтому главный урок, это вот как раз-таки будет связан с тем, чтобы создать из себя вот именно такого человека, да, по девятке педаклей. Самодостаточного, цельного. Возможно, возможно, если у кого-то в предыдущие годы было расставание, здесь человек как будто бы собирает себя по частям. Воссоздает, либо возвращает те кусочки себя, которые были утрачены, да, на протяжении прошлого опыта. То есть это может быть, не знаю, в этом году вы будете разрешать себе намножко, немножко больше, да, либо наоборот намного больше, чем, например, разрешали и позволяли себе в прошлые годы. А здесь вот про расширение тоже идет речь. Еще какой духовный урок вы будете проходить в 2023 году? Ну, смотрите, в принципе, у меня такое ощущение, что это будет год ваш, потому что тройка кубков, она как раз-таки говорит про легкость, про дружбу, про компанию какую-то, да, вот партнерство. Возможно, вы будете учиться коммуницировать, потому что, смотрите, в девятке педакли, как я говорила неоднократно, все девятки, они интровертные. В тройке, наоборот, да, здесь идет на приумножение, на расширение, на получение первого результата, да, и его празднование, неважно, чего бы это ни касалось. Ну, то есть, если девятка, она все к себе, она больше такая, знаете, принимающая, то в тройке, наоборот, дающая, да, то есть здесь взаимодействие с людьми. Возможно, урок, который вы будете проходить, связан непосредственно с коммуникацией, потому что в девятке педакли человек, наоборот, закрывается, он не готов к взаимодействию с другими людьми. В тройке кубков, наоборот, абсолютная противоположность, человек, который взаимодействует, человек, который наслаждается, да, более легко и проще относится к людям, взаимодействует с этими людьми, причем люди, возможно, не похожие на него, могу предположить, что духовный урок здесь будет, по-моему, тоже уже говорил в каком-то раскладе, о принятии себя своих частей. То есть в данном случае мы видим вот эти три персонажа, да, это тоже часть вас. Хоть я помню, говорила, то ли в прошлом, то ли в позапрошлом раскладе по первой позиции, да, там выпадал в колоде Николета Чиколи ту скупку, девочка, которая держит много-много кукол, похожих на нее. Я говорила, речь идет о том, о принятии, да, то есть вы, может быть, сознательно, да, говорите, что вот я принимаю то, что не похоже на меня, да, то есть то, что разнится, то, что отличается от меня, по крайней мере, на словах, но внутри мы видели, да, на уровне бессознательного вам сложно принять то, что не похоже на вас. То есть люди, у которых есть другая точка зрения, да, возможно, другое вероисповедание, другие взгляды, другое мировоззрение, какие-то другие принципы, не обязательно противоположные, но отличающиеся от вас. Так вот, год будет посвящен тому, что вы как раз-таки через принятие людей, не похожих на вас, возможно, по статусу, да, не знаю, по цвету кожи, ну, в общем, отличающиеся от вас, по возрасту тоже может быть, да, вы будете работать как раз-таки с тем, чтобы их принять. Для того, чтобы их принять, вам нужно будет входить в коммуникацию. Вот это будет самый сложный для вас урок, потому что открыться в девятке педакли очень сложно, да, открыться, кому-то рассказать. Да, вы очень богатый и изобильный внутри, но вовне вы это не отдаете. Вот здесь вот урок будет как раз-таки на то, что создать, собрать себя, условно говоря, по частям, стать уверенным человеком. Еще раз скажу, человек, который не боится коммуницировать, человек, который не боится критики, мнения другого человека, да, который чувствует себя уверенно абсолютно в любой атмосфере, абсолютно в любом кругу общения. В силу того, что он внутри себя принял все свои части, да, разные части себя, разные роли, которые проигрываются, да, маски, которые вы одевали, возможно. Вот, и как следствие, внешний мир вам это будет и отражать тем, что в вашем кругу, возможно, появятся новые люди. Девятка педагля говорит, что человек здесь одиночка в тройке кубков, наоборот, присутствует такая компаньонская какая-то атмосфера, да, ну, если не партнерская. То есть есть некая группа людей, и вам приходится с ними общаться, приходится с ними взаимодействовать. Изначально будет сложно, будет некомфортно, потому что это не ваша среда, в ней, понимаете, вот вас, возможно, вы специалист, да, если, например, касается вашей профессии, то какого-то узконаправленный специалист в какой-то конкретной сфере. Ну, и вы чувствуете очень гармонично и уверенно себя в этом, но стоит вам зайти немножечко за пределы, за рамки того, что вы знаете, вы начинаете собираться как-то так скукоживаться, потому что вам некомфортно, вы не, вы теряете как будто бы уверенность. Так вот, урок в этом году будет заключаться в том, что вы эту уверенность не теряли, даже в тех сферах, в которых вы не разбираетесь, в кругу тех людей, которые, возможно, вам не знакомы. Почему? Потому что вы научились, да, собрали себя, либо, по крайней мере, будете собирать в 2023 году. И как-то вот поверите, поверите себе, и вам будет проще взаимодействовать с другими людьми. Еще какой урок вы будете проходить в 2023 году? Паш Пендакли. Ну, здесь идет обучение, давайте я уточню, чему именно вы будете обучаться. Ну, вот аркан повешенного, да, вы будете обучаться как раз-таки ценить себя, да, вот то, что я говорила. В принципе, здесь все карты примерно об одном и том же вещают, о том, что учимся ценить себя, как мы учимся ценить себя через понимание своих каких-то сильных сторон, либо слабых каких-то сторон, да, как эти слабые стороны вы можете использовать во благо, не скрывать их, а как вы можете их использовать во благо, и сильные стороны, которые, как вы можете ими взаимодействовать с другими людьми, да, на что вам опираться. Потому что аркан повешенный говорит о том, что в этом году урок будет связан как раз-таки, возможно, в очередной раз проработки вашей жертвы, жертвенной какой-то позиции, да, жертвенная. Возможно, в плане того, что я лишаю себя каких-то возможностей, шансов. Почему? Потому что как-то не уверен, да, что у меня получится, и тем самым я отказываюсь. Возможно, я лишал себя каких-то новых людей, да, новых знаний, новых видов взглядов на жизнь, да, потому что, не знаю, считал себя как-то человеком, ну, в чем-то, может быть, ущемленным. Еще раз скажу, в какой-то сфере вы очень сильны, а в каких-то, вот вы прям, не то чтобы профан, но у вас есть пробелы в силу того, что вам это просто было неинтересно. Вот в этом году как будто бы кругозор ваших интересов и знаний, он будет расширяться. И через коммуникацию с другими людьми вы выйдете вот из этой позиции, когда вы себя, возможно, жалели, когда были какие-то моменты, когда вы зависали. Возможно, вы будете в течение всего года смотреть на вещи, то есть как-то вот будет складываться ситуация, не так, как вы привыкли. Возможно, вы увидите даже, в чем вы были иллюзорны в какой-то степени. Но здесь идет вот как раз-таки обучение и понимание, в чем я хорош, да, свои сильные стороны, слабые стороны, да, ценности себя. Научитесь себя оценить. Чему, спрашиваю, вы будете обучаться? Туз кубков любви. Любви и именно, помимо эмоционального фона, наполненности, да, то есть вот то, что вас преследовало, вот это вот чувство одиночества по девятке пендаклей, вот оно какое-то такое, знаете, как бы так сказать, нельзя сказать, что оно вот прям грустное, и оно вас грузило, да, что вот я один, никого нет, либо наоборот, если есть, все равно вот это вот ощущение одиночества, что меня никто не понимает. Вот в этом присутствует какой-то все равно эгоизм и какой-то непроработанный урок как раз-таки в плане коммуникации. То есть почему я закрываюсь? Потому что я не могу договориться с другими людьми, потому что у меня нету навыков, либо опыта доносить информацию и быть понятым. То есть здесь есть какие-то слабые ваши места, и поэтому вы где-то, возможно, себе придумали такую позицию, что мне и одному хорошо, да, что мне, в принципе, люди не нужны. Я могу жить в одиночестве. Безусловно, жить вы можете, да, но качество вашей жизни вы увидите в этом году, оно изменится, оно станет лучше. Почему? Потому что вы будете более проще относиться к ситуации, и плюс ко всему будете учиться общаться с людьми. И вот это вот страхи по Тузу Кубков, что меня никто не понимает, меня никто не принимает, я по сути один. Вот вы, если мы говорим о духовном уроке, вы поймете, насколько вот это вот мнение, если оно у вас бытовало, да, насколько оно ошибочно, потому что вот собрав себя по частям, да, прийти, придя к единству, вы ощутите наполненность, да. Вот ваша коммуникация, она уже не будет от эго, от ума, когда вы опирались, либо базировались на классификацию людей, да, на как-то сортировку их по каким-то категориям, что, в принципе, делает наш ум. А вы, наоборот, придете к единству, а вот именно к состоянию своей души, наполненности, когда будете видеть единение всех со всеми. То есть вы в каждом человеке будете видеть вот это вот божественное проявление, вы это будете видеть, потому что вам это будет дано в этом году. Именно с точки зрения духовного развития, вы пришли уже к той точке, когда вы действительно не на словах, а на практике. То есть не то, что вот обычно говорят, вот мир, это вот мы все, это наше отражение. Да, это так есть, но это слова до тех пор, пока вы это не сделали опытом, пока вы это не прожили, пока вы это не осознали. Вот в этом году будет ощущение такое, что вы осознаете вот это вот, как будто бы, я не знаю, дерево это продолжение, либо проекция там вашей руки и ваших пальцев. То есть какой-то человек, это какая-то часть вас, какой-то орган, то есть вы это будете чувствовать где-то на уровне физики. То есть это не будет только на уровне ментала, ваших мыслей, а это уже будет на уровне физического плана. Вы будете не только видеть, вы это будете ощущать, вы это будете замечать. И вот это как раз-таки будет аккумулировать вас энергию любви, которая будет проистекать через вас. Но я не говорю, что у вас прям все вот так вот замечательно будет, что прям вот такой очень высокий уровень. Безусловно, это нужно будет все пройти, тем более аркан жертвы, каких-то ограничений, каких-то лишений. Вы снова пересмотрите, чего вы себя лишали, во имя чего вы это делали, что вы хотели получить по факту. Здесь вот прям вот этот вот путь познания себя. Опять-таки не хочу возвращаться к Кабалеи, Древу Жизни, но вот как раз-таки аркан повешенного, да, он и приводит к осознанному лишению, ограничению себя во имя познания именно себя. То есть следующий аркан, который находится выше аркана, повешенного на столбе правосудия, справедливости, это как раз-таки аркан колесницы, который приходит непосредственно к свире бина. А бина у нас отвечает как раз-таки за вот это вот понимание того, для чего я здесь на этой земле, да, то есть какова моя цель. И вот здесь у вас будут такие очень в течение года глубокие понимания того, что не просто, как бы так сказать, на земном уровне, да, на материальном мы себя лишаем чего-то. Ну, например, мать лишает себя времени и ресурсов, когда ребенок маленький, лишает себя сна для того, чтобы взрастить дитя, которое от нее зависим. Но это вот с точки зрения как-то теории, да, безусловно, на практике так оно и есть, теория. Но здесь вы как будто бы сможете увидеть более глобальный вот этот вот опыт передачи знаний о физическом мире одной душе, другой, да, независимо от того, что эта душа, она только родилась, и тело этого ребенка, оно еще молодо. То есть вы как будто бы будете смотреть вот с этой точки зрения. Вот такие духовные уроки. Конечно же, это не все, а это такой небольшой срез. Если вам будет интересно более глубокий такой анализ этого вопроса, который является частью расклада годового, да, не пропустите анонс в разделе сообщества на право годовые расклады. Вот этот вопрос там будет звучать. Это у нас с вами была первая позиция. И голубенький камешек. Мы переходим с вами к позиции номер два. Красненькому камешку. Двоечки. Смотрим вас. Какой основной духовный урок вы будете проходить в 2023 году. А если не слушали вступление, то я в нем говорила о том, что завтра, да, то есть через два дня, завтра, распродажа рождественская подходит к концу. Если вы еще не успели приобрести тот курс, который вы хотели, по стоимости в 50% скидки, да, то поторопитесь. Вот. И не пропустите в ближайшее время анонс, пост про годовые расклады. А мы с вами смотрим, какой основной духовный урок вы будете проходить в 2023 году. Ну, семерка кубков. Такое ощущение, знаете. Хочется верить в то, что с каждым годом мы все больше и больше чему-то научаемся, да. Но вот в контексте именно развития души, одно воплощение, там, условно говоря, 70-80 лет, да, это вот буквально один миг. Поэтому, когда мы говорим, что, ох, каждый год одни и те же уроки, каждый год одни и те же моменты, что нужно проходить, да, и вот я уже устал, то если мы их не проходим, неважно, сколько времени в земном нашем восприятии на это уйдет, это может уйти и год, это может быть и десятилетие, а может и всю жизнь мы так и не пройдем тот урок, который нам нужно было пройти. Чему я это говорю? К тому, что семерка кубков у нас все время говорит про выбор, про то, что человек не может определиться в том, что ему выбрать. Причина в чем здесь заключается в семерке кубков, что вот я не знаю, какой бокал мне выбрать, да. Почему? Потому что, по сути, любой из этих бокалов, что бы он ни выбор, является иллюзией, да. То есть вот семерка кубков у нас тоже говорит про иллюзорность. Почему? Потому что то, что здесь предлагается, это материальные блага. Они хороши, но они временные, да. То есть они, условно говоря, смертны. То, что хочет выбрать душа, это намного выше. И вот интуитивно по энергетике, и вот интуитивно вы понимаете, осознаете где-то глубоко внутри себя, что есть что-то, что-то важнее. И в данном случае есть какая-то ценность, да. То есть присутствуют какие-то добродетели, которые намного важнее, да, вот этого того, что предлагается. Поэтому вы пока на данный момент как будто бы не видите вот этой вот самой важной ценности. Вы ее ощущаете, что она где-то есть. Но увидеть из тех вариантов, что вам предлагается, вы не видите. И поэтому вам сложно здесь определиться. Потому что вы знаете, что есть что-то, что вы хотите. Но вот в ассортименте этого аркана здесь этого нет. Потому что это не материальное. Это не то, что предлагается. Возможно, это, как бы так сказать, как-то идет интуитивно. Вы понимаете, что это существует, но пока я это не вижу. И поэтому здесь сложно сделать какой-то выбор. Если мы говорим в контексте духовного урока, то здесь вот ощущение того, чтобы вы научились наслаждаться тем, что вы уже имеете, да, вот как на этом аркане. Но при этом быть открытым к новым каким-то возможностям. То есть не ограничиваться на том, что вы имеете, да, вот, ну, я не знаю, например, у вас есть работа. И в чем-то она вас устраивает, в чем-то она вас не устраивает. Вы, безусловно, цените ее. Вы, безусловно, вкладываетесь. Проходите какие-то определенные уроки на этой работе, которые вы должны пройти. Учитесь ее любить, невзирая на какие-то трудности, сложности, неважно, по какой причине вы работаете. Но при этом хочется сказать, держите ухо востро, что вдруг есть какой-то вариант, намного лучше, который мне хотелось бы взять. То есть мы, по сути, себя не ограничиваем тем, что мы имеем. Мы готовы пойти в новое, но не находимся в позиции ожидания. Вот я жду, когда это придет. Нет. Мы проживаем то, что у нас есть на данный момент, и учимся это ценить. Вот важность в том, что учимся это ценить каким образом? Тем, что мы фокусируемся в моменте. Вот эту работу, о которой я говорю, мы ее ценим. Не потому, что она нам дает деньги, и мы на, я не знаю, можем приобрести на эти деньги то, что нам необходимо. А потому, что благодаря этой работе я сталкиваюсь с какими-то людьми. Возможно, конфликтую, возможно, что-то новое узнаю. То есть каким-то образом оттачиваю самого себя, свои какие-то навыки. Я меняюсь благодаря людям, с которыми взаимодействую на этой работе. Либо какие-то навыки, которые приобретаю на этой работе. То есть я ценю. Здесь вопрос момента. То есть в данный момент я ценю все то, что я имею. Я благодарен за это. Но при этом я открыт чему-то новому. То есть то, что будет как-то вот более ценным для меня, что ли. Не на уровне материи, а на уровне состояния души. Это вот мне почему-то, знаете, напоминает как человека, который вот всю жизнь живет и ощущает, что у него есть какая-то задача не выполнена. При этом он, я не знаю, семью создал, дом построил, детей вырастил. Но в душе есть вот этот какой-то зов, который говорит, еще не время. Потом наступает момент, когда ему говорят о том, что оставь. То есть вот сейчас пришло время, ты уже выполнил, как хочется сказать, свои земные какие-то задачи, которые тебе нужно было. То есть дом построить, семью завести, детей родить, воспитать их. А теперь у тебя есть время на себя. И вот сейчас пришло время выполнять свою задачу, свою цель на этой земле. И вот тогда человек как будто бы пробуждается и говорит, да, вот этого я ждал. Но если бы ему сказали, что это придет там, ну условно говоря, там в 60 лет, в 70 лет, неважно во сколько, то представляете, он бы всю жизнь просидел, прождал, семью бы не создал, дом бы не построил, на работу бы не ходил, друзей бы не возил. То есть он бы не жил, он бы 60 лет находился, там любой 50, находился в ожидании. Он бы потратил это время. Но ведь из-за этого он тоже сделал опыт. Да, безусловно, его основная задача, это вот эта вот цель, задача, вот этот зов, который его звал, не оставлял в покое. Но при этом, до этого момента, он тоже какую-то роль выполнял. Вот здесь вот, вот этот, на основе этого примера, вот это важно понять, что придет время, и вы услышите вот, вот то самое ценное, да, ради чего вы, хочется сказать, жили. Но это ценное вы поймете только тогда, и услышите, когда научитесь ценить вот то, что есть вот в этих семи кубков. Потому что следующий аркан по развитию масти, это восьмерка кубков, когда мы оставляем что-то ценное, значимое, и двигаемся дальше на пути постижения и развития себя. Но мы сначала должны это ценное приобрести вот здесь, вот вам, как раз таки, да, это условно говоря, те 50-60 лет, которые вы должны прожить с удовольствием, не потому что вы обязаны, да, либо есть какие-то должествование, а просто потому, что вам это в кайф, и потом тоже будет в кайф, то есть вам нужно научиться ценить. И вот в этом году, да, у вас акцент основного урока будет на это, не то, чтобы что мне выбрать, а научиться ценить вот то, что есть вот в этом ассортименте. Это как в магазине, да, есть только колбаса докторская, и есть там, я не знаю, колбаса вареная. Ну, небольшой выбор, но нужно научиться ценить это, потому что когда-то не было и колбасы, да, а были какие-то тушенки, и непонятно, это действительно для людей они были созданы, либо это для животных. То есть всегда есть хуже и всегда есть лучше, но поэтому мы и учимся оценить то, что мы имеем, потому что когда это научаемся, тогда то, что нам бы не дали, не важно, что это будет, оно тоже будет для нас ценным, мы тоже будем благодарны. Вот в вашем случае здесь речь идет об этом. какой еще основной духовный урок вы будете проходить в 2023 году? Вот, обновление. По-моему, в прошлом, или позапрошлом раскладе, я тоже говорила, что вот выпадал у вас аркан шута, здесь идет вот как раз-таки обновление тех, тех знаний, тех, как бы сказать, тех мыслей, которые вы имеете на данный момент, то есть ваше мышление, оно изменится, не как паркану смерти, да, когда вот все отрезаю прошлое, потому что оно уже себя изжило, я понимаю, что, ну, это уже не имеет смысла, да, это как телефон, раньше был вот этот телефон, где на диске набирали номера, вот, а сейчас смотришь уже вот эти умные телефоны, вот, которые работают только одним прикосновением, то есть вот старые, то что они уже не работают, они могут работать, да, но они уже себя изжили, потом были кнопочные, то есть вот этот вот процесс, эволюция, он происходит, и паркану смерти у нас происходит примерно то же самое, мы отказываемся вот от этого телефона, который был с диском, где набирали, и пришли уже к тому, что мы имеем сейчас, паркану шуту у нас идет обновление через расширение, расширение сознания в каком плане, шут это архетип человека безграничного, то есть по сути на требе жизни он начинает свой путь от кетер, от потенциала, от бесконечного вот этого ничто, которое содержит в себе абсолютно все, корень всех корней, корень всех причин, и вот здесь по аркану шуту что у нас будет происходить в этом году, я просто словила сейчас на мысли себя немножечко такое отступление, что возможно кто-то скажет Боже, Элень, как ты сложно говоришь, и это непонятно, мне надо более конкретно, практично, мы говорим о духовных уроках, поэтому какие-то конкретные вещи, что вы вот это, вот это научитесь, я сказать не могу, потому что аркан шута у нас здесь тоже говорит про расширение сознания, то есть наоборот, если вы раньше мыслили определенными категориями, то сейчас, когда мы говорим про зону комфорта, по сути, мы не выходим из зоны комфорта, вот она зона комфорта, вот он круг, выйти за зону мы не можем, но что мы делаем, мы ее расширяем, когда мы начинаем, вот я вам образно сейчас покажу, как раз таки, когда мы начинаем вот эту зону комфорта расширять, то то, что было вот этот кубок, который казался, что он находится за кругом, когда мы начинаем расширять, расширять, то есть расширяем это в какой-то момент этот кубок он входит сюда то есть круг становится шире 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 он начинает больше вещей впускать себя вот это и есть расширение сознания это не то что вы идете как-то вот выходите за пределы своих возможностей вы не можете выйти почему потому что вот вас привычны вот эти автоматизмы так как вы привыкли жить они вас не выпустит вам нужно осознанно то есть на силе своего собственного желания что-то делать и что то искать для того чтобы вот что-то новое пришло в нашу жизнь и вот аркан шута как раз и здесь говорит о том что вам в этом году да надо будет как раз ки расширять вот эту вот вашу зону то что вы он говорит о свободе о свободе это когда у человека отсутству а есть полное отсутствие страхов то есть человек который не боится к примеру там я не знаю вам нужно пойти на новую работу да либо что-то сделать новое и вот мы начинаем а что скажет человека как меня привык а справлюсь я то есть вот эти вот сомнения которые начинают проявляться в нашей голове на основе каких-то прошлых неудач в нашей жизни они не дают нам покоя и мы остаемся на том же месте в котором мы находились и ранее то есть по сути эти сомнения равно страхом эти страхи они нас блокируют вот в этом году ваша задача не бояться что-то вам предложили вы этого никогда ранее не делали вы идете это и делаете не не должно вас волновать вот а что скажут а как это получится а удастся ли мне а что я с этого буду иметь нет вы просто берете и делаете вот вот это вот и есть как раз таки расширение вашего сознания когда шут как мы иначе говорим да дурак дуракам море по колено да то есть они не думают о последствиях у него отсутствует ответственность то есть мысли о последствиях а что мне за это будет и это вот здесь не в плане того что я призываю чтобы вы совершали какие-то ошибки да не продумав нет а здесь про то что вы должны быть готовые к чему-то новому то есть смотреть что здесь что здесь на мир открытыми глазами то есть замечать каждый день который у вас проходит вашей жизни что нового вы узнали действительно новое это может быть что угодно какой-то новый фильм какое-то название какой-то книги может быть прочитали какую-то новую цитату но обязательно должны в течение этого года 23 все время что-то новое не то чтобы узнавать здесь вам не призывает вас каким-то знанием хотя шут является очень эрудированным начитанным человеком он пишет безграмотно да то есть если выпадает на сигнификатор экран шута он очень начитанный да то есть это человек который действительно изучает все но изучает по верхам да то есть он много чего знает но на поверхность очень напоминает знак зодиака близнецов но при этом а когда речь касается грамматики здесь могут быть орфографические ошибки потому что он на это не обращает внимание потому что нету фокусировки у него здесь идет полная расфокусировка поэтому здесь вам как духовный урок в этом году говорится о том чтобы вы еще раз подытожу скажу научились ценить то что вы имеете и при этом были готовы да здесь должна быть готовность к чему-то новым и периодически шагать в это новое должна быть полная вера и уверенность в самого себя не бояться совершать первый шаг либо двигаться в это новое потому что мы не знаем для чего нам это новое дано да но обязательно если она дано значит она каким-то образом была прописана в сценарии нашей души давайте выдачу еще одну карту я надеюсь я вас не утомила своими вот этими трактовками но посмотрим какой еще основной духовный урок давайте конкретик посмотрим покажут нам конкретику двойка кубка вот как сказать конкретики какой духовный урок а духовный урок как раз таки партнерства до двойка кубков у нас говорит про гармонию по взаимодействию самим собой про любовь про дружбу про тандемы про слияние двух противоположных сил то есть вот именно про баланс про то что когда мы находим знаете идеального человека для себя иногда мы говорим да родственная душа почему мы это говорим что она родственная про то что как как мы это себе объясняем что это человек которым не надо ничего говорить он меня понимает с полуслова то есть вы как будто бы в нем да здесь как зеркало до между этими двумя женщинами я вижу в этом человеке самого себя и поэтому я принимаю поэтому духовный урок по этому аркану здесь будет говорить как раз таки о любви о гармонизации о балансе о взаимодействии с миром и самим собой в таком состоянии когда это будет нас наполнять не опустошать а наполнять для кого-то возможно здесь и будет но если мы в земном плане да какая-то новая любовь если для кого-то это важно но в принципе основное я сказала так что то что поставлю первым это была вторая позиция мы с вами переходим позиции номер 3 зелененькому камешку троечки смотрим смотрим вас какой основной урок вы проходили 2023 году если вы не слушали начало то я сказала что завтра через два дня заканчивается рождественская распродажа если вы что-то хотели приобрести но оставили на последний момент поторопитесь и в ближайшее время будет пост про годовые расклады не пропустите какой основной духовный урок вы будете проходить урок связан с прошлым с прошлым здесь вы будете осознавать что было в этом прошлом либо что есть что не дает вам двигаться дальше что забирает у вас какие-то силы то есть когда вы чувствуете упадок вам не нужно искать откуда вы возьмете энергию то есть какие новые источники вы можете создать для пополнения себя энергии первое что вы должны сделать вы должны просто по понять куда вы эту энергию тратите что у вас забирает эту энергию что у вас высасывает эту энергию в прошлом то есть возможно это не знаю какие-то страхи до либо какие-то незаконченные моменты гетстарты с какими-то людьми возможно это родственные узы людей то есть что то есть вашем прошлом что не дает вам двигаться то есть это может быть даже ваши убеждения которые формировались прошлом да и вот вам нужно в этом будет разобраться что в этом прошлом что в этом прошлом в этом прошлом есть королева жезлов этом прошлом есть та большая часть вас либо когда вы утратили то есть вы были когда-то королевой жезлов и утратили вот эту вот искру этот огонек вот это вот желание двигаться желание хочется сказать это сила которая движет миром да вот вы являлись таким очень ярким позитивным человеком может быть лидером человеком наполненные идеи и готовыми их реализовывать человеком который готов делиться с миром в плане вот именно опытом либо каких-то знаний вот что то есть в этом прошло да что с одной стороны для кого то может быть что вы утратили вот эту королеву жезлов с другой стороны есть что-то что не дает вам стать таким человеком королевой жезлов да то есть есть какая-то преграда что здесь за преграда это будет ваш духовный урок вот тройка мечей тройка мечей как раз и говорит о каком-то болезненном опыте который высасывает из вас энергии то есть здесь вот этого боли она видимо либо не до прожитая да вот то что я изначально сказал незавершенный какой-то геста либо наоборот вы знаете физическом мире возможно вы уже не взаимодействуете с этим человеком не знаю расстались есть какое-то расстояние дистанция не общаетесь неважно что то вот но в голове в своей вы это прокручиваете это может касаться чего угодно и вот это вот прокручивание до каждый раз воссоздавая какую-то болезненную ситуацию в которой вы поступаете как будто бы правильно не так как вы поступали а вот знаете такое бывает иногда ощущение что время уже прошло до ситуации уже как-то осталось прошло от мы все время не возвращаемся в горе вот а тогда мне надо было вот так сказать а надо было вот так поступить а вот если бы мне сейчас это сделали да была такая что я бы вот так сказала я бы дала там отпор сдачу смогла бы себя как-то защитить но вы забываете один такой важный момент что когда вы так думаете вы думаете как раз таки благодаря вот этому вашему прошлому то есть не будь вот этого прошлого на котором вы научились и стали тем кем вы стали сейчас да вы бы так не думали то есть по сути вы думаете как вы новой но ситуацию анализируете такую какая в которой вы были в прошлом то есть тем человеком который еще был не научен и здесь вот получается такое не совсем правильно верное сравнение потому что вы сравниваете себя нынешнего уже более опытного зрелого с собой прошлым вчерашним незрелым и вот это вот неправильное сравнение она может вас обесточивать она может забирать у вас энергию потому что вы начинаете огорчаться и начинаете себя обесценивать начинаете говорить почему я так поступил да вот можно же было ну надо было вот так и это и этом вам причиняет какую-то боль но условно говоря представьте что где именно тонком плане да у вас есть этот паразит который присосался и вам воссоздает эту картинку и каждый раз когда он вам воссоздает вы ему выдаете эмоции которыми он и питается то есть вот здесь примерно то же самое поэтому в этом году вам нужно для того чтобы стать королевой жезлов независимо от того мужчина вы или женщина то есть здесь человека уверенным огненным позитивным человеком очень динамическим динамичным лидером может быть да то есть человека проявленном в социуме как знаете как бизнес-леди вот какая у вас картинка ассоциируется с бизнес-леди вот здесь вот примерно про это для этого вам нужно проработать вот эту боль это боль будет у каждого своя от этой боли вам не нужно бежать а эту боль вам нужно до прожить понять что у вас высасывает вашу энергию да вот по жезлов краски говорит какая-то ваша неуверенность вот то что я говорю почему я тогда поступил вот так то есть возможно тогда мне не хватало какого-то опыта не хватало каких-то знаний я был не уверен что либо не уверена что у меня получится и это очень многое собирает забирает вас энергию вот это вот должно обнулиться даже не обнулиться а до прожить свой вот этот вот цикл и выйти на новый виток так это будет ваш духовный урок я так понимаю если еще какой-то духовный урок который вам нужно будет прожить ну вот он как раз ки и схож с восьмеркой мечей который говорит о том что вот есть какие-то у вас рамки в вашей голове которые не пускают вас будущее до которые вас останавливают то есть здесь некий такой ступор восьмерка мечей говорит о бесконечный даже если не бесконечный то многоповторный опыт до либо череда опытов которые приводили к неким неудачам и у вас сформировались мнения в которые вы поверили то есть там не на 3 4 5 раз сталкивались какими-то неудачами и вы как-то устаканили своей голове что вот вот такие действия приводят вот к этому по и поэтому у вас появилось убеждение что вот чтобы я не делал у меня это не получится и вот как раз вот это вот убеждение оно и приводит к тому что но если вы это верите то ваш мозг и создает такую реальность в которой вы будете получать подтверждение тому что вы верите помню на фразу поверив ваши и воздастся то есть если вы верите что у меня нет и не получится то есть я не знаю начинал несколько раз там какой-то свой проект на либо создавал свой канал а вот клиентов не приходило вот раз попробую 23 все больше пробовать не буду потому что у меня и так ничего не получается либо там с продажами попробовал попробовать там три четыре пять десять раз не получается все убедился в том что блин я негодный на это все сделали себе приговор вынесли себе приговор да то есть поставили диагноз вот весь год 2023 он будет направлен на то чтобы вы брали каждый диагноз который вы сами себе ставили один за одним и пересматривали почему вы себе этот диагноз поставили какая боль кроется в этом диагнозе что у вас болит и вот в этом более вам нужно будет разбираться и погрузиться в нее и поставить точку раз и навсегда вот какой то такой духовный если еще что-то если еще какой-то духовный урок но двойка жезлов у нас двойка педагог говорит у нас о выборе о балансе между чем и с одной стороны будет стабильность с другой стороны желание пойти в новое да то есть с одной стороны бросить все то что уже когда-то у меня работало то что когда-то уже получалось с другой стороны хочу пойти в новое потому что здесь уже все надоело но вот принципе вот это вот выбор до между каким-то прошлом устаканившимся и чем-то новым неизвестным он как раз таки и вложен в девятки жезлов как я уже сказала ранее девятка жезлов говорит о том что я не могу двигаться дальше у меня нету сил я устал как правило этом еще карта самосаботажа когда остается до финиша буквально один шаг друг неожиданно мы замечаем что у нас шнурки развязались на кроссовках да и вот мы падаем прям вот и становится так обидно казалось что вот вот еще один шаг и я пройду финишную прямую и выйду победителем но вот если бы не эти шнурки да но они ведь не просто так развязались случайности же не бывает вот вот этот вот самосаботаж и он у вас будет присутствовать на протяжении всего года на почему потому что есть что-то что не дает вам двигаться дальше а это что-то это есть в прошлом и причина его и корень это боль у каждого это боль будет и травмирующий какой-то опыт будет свой вот этот вот самый главный урок вы будете проходить 2023 году так королеву жезла перекрою вот такой у меня был расклад сегодня третья позиция я благодарю вас всех за внимание хочу пожелать вам прекрасных выходных для тех кто празднует рождество с праздника всего вам самого наилучшего всем пока пока